Привет всем веселым маленьким леди! В сегодняшнем видео мы с вами будем открывать новый бокс от Золотого Яблока. Давненько у нас не было косметичек или бьюти-боксов, и сегодня у нас совершенно особенный Голд Эппл Бокс. Кстати говоря, было написано, что это 43-й выпуск, и это бокс в честь их дня рождения. У сети Золотое Яблоко в июле день рождения. И здесь даже есть пометочка, что это именно день рожденевский бокс. Стоил такой на сайте 3690 рублей, ну в принципе стандартная цена для их бьюти-боксов, и нам обещают внутри 33 продукта. Я уж не знаю, может там Золотому Яблоку, ну вряд ли им 33 года, да? Ну в общем 33 продукта, и вроде как должно быть классное праздничное наполнение. Сразу хочу сказать, что упаковка действительно впечатляет, она такая тяжеленькая, ну в общем-то как всегда. У них, как правило, хорошие красивые упаковки. Как-то вот в последнее время, знаете, и косметичек флаконовских мало, и бьюти-боксов мало, но я думаю, что это потому, что лето сейчас, а осенью, скорее всего, снова они к нам вернутся и будут выходить почаще. По крайней мере я на это надеюсь. Я думаю, что и вы тоже этого ждете. А кстати, знаете, чего не нужно ждать? Не нужно ждать, чтобы подписаться на мой телеграм-канал, и ссылка на него ждет вас в инфобоксе под этим видео. Обязательно подписывайтесь. Итак, открываем, открываем. Голд Эппл Бокс. День рожденевский. И что же мы там находим? Ну, по первому, по самому первому взгляду, что-то как-то кажется не очень богатое наполнение. И первое, что мы достаем, это Шик. Бренд Шик. И их увлажняющий тонер. Причем это рефил, ну, в общем, если вы уже купили большую банку этого тонера, вы можете потом не тратить слишком много денег и просто докупать рефилы. Здесь, кстати, 200 миллилитров. И я смотрю на сайте Золотого Яблока, что это полноразмерка. То есть, именно можно целиком заполнить вашу банку, если она у вас уже есть. И вот такой рефил стоит 1600 рублей. Честно говоря, я не поклонница именно ухода от бренда Шик. Я помню, когда-то давно мы с вами тестировали этот уход, когда вот он только-только вышел. И несмотря на то, что он сделан в Корее, и обычно, ну, как правило, с уходовыми средствами, это прям хорошо. Это обычно очень хорошее качество. Здесь, ну, тонер и тонер, ничего такого особенного. И при этом я считаю, что он очень дорогой. То есть, ну, вот это вот рефил и 1600 рублей. А это просто, это называется Дойпак. Пакетик такой. Ну, не знаю, на мой взгляд, это супер дорого. Но, по крайней мере, мы уже, считай, отбили половину бокса за счет этого рефила. Так, что следующее? Что следующее? Ну, как всегда, конечно, пробники духов. Напоминаю, что мы с вами не считаем всякие пробники. Мы считаем только полноразмерки, просто потому что слишком сложно высчитывать пробники. И немного получаются там искаженные, искаженное наполнение с этими пробниками. Итак, что же нам положили в этот раз? Нам положили традиционный имперский лес от бренда Essential Parfums. Это мы с вами уже находим просто в каждом бьюти-боксе от Золотого Яблока. Также еще опять какой-то лес, белисский лес Intense. От бренда, от бренда Николай. Вот это душнота. Ну, конечно, тут своеобразный аромат. В общем-то, то, что называется лес в названии, скорее всего, будет что-то мшисто-древесное. Здесь, в общем-то, так и есть. Здесь пачули, что-то там, мускус, ветивер, роза и также эссенция бергамота. Но я чувствую в основном что-то такое даже, давай можно сказать, ну, прям мшисто-древесное и очень насыщенное. Я такие ароматы не очень люблю, но, с другой стороны, всем нравится разное. И еще у нас сандал Basmati от бренда Affinessence. Affinessence называется бренд. И Золотой Яблоко в этот раз, ну, один аромат нам положили уже, который мы хорошо с вами знаем, и все-таки два каких-то новых аромата. А вот этот уже приятный. Ой, этот нравится. Я вообще люблю вот эти нотки риса Basmati в разных, в разных духах. Они какую-то придают такую сладкую в то же время, в меру восточную, восточные представления в любой аромат. И как-то они достаточно интересные, как мне кажется. А теперь давайте ненадолго прервемся и распакуем небольшой заказ из Золотого Яблока. Это не бьюти-бокс, это именно заказ. И что же там внутри? Интересные летние вещички, которые, возможно, вам тоже приглянутся. Например, такая щетка. Знаете, для чего? Для массажа. Ее можно использовать на теле, на лице, между прочим. А кроме того, эта щетка идеально подходит для ухода за волосами. И в ней есть небольшой секрет. Ну, кажется, обычная щетка, да, ничего необычного. Но здесь внутри есть отделение, в которое вы можете заливать свой уход. Например, сыворотку для кожи головы или, допустим, даже бальзам для волос. И потом, когда вы все это проделали, эти все действия, вы просто слегка надавливаете на эту щетку, и все распределяется у вас по волосам более аккуратно. Вы спросите, Оля, а что же заливать в эту щетку? Что можно таким образом распределять? А я вам отвечу, например, новую гамму по уходу за волосами от Эльсеф под названием Гиалурон Баланс. И в частности, сыворотку. Вообще, гамма Гиалурон Баланс предназначена, знаете, для каких волос? Для волос жирных у корней и обезвоженных на кончиках. Я думаю, что летом практически у всех есть такая ситуация, что волосы быстро пачкаются, корни быстро жирнятся. А вот кончики, наоборот, остаются сухими, обезвоженными, и нужно срочно с этим что-то делать. Так вот, гамма для волос Гиалурон Баланс, который состоит из трех шагов, это сыворотка до шампуня, это шампунь и также сбалансированный бальзам для волос, как раз решают эту проблему и позволяют волосам выглядеть чистыми, не только, кстати, волосам, но и корням волос, чистыми, увлажненными, красивыми и легкими даже спустя 72 часа после применения. Принцип работы гамма Гиалурон Баланс основан на двух самых главных компонентах. Это салициловая кислота, которая известна своими очищающими функциями. Она мягко, но тщательно очищает кожу головы от излишков себума и также от загрязнений. А второй супер важный компонент, это гиалуроновая кислота, молекула которой способна удерживать в тысячу раз больше воды, в тысячу раз больше собственного веса, представляете? И она сохраняет волосы увлажненными по всей длине, даже на кончиках. Как пользоваться тремя шагами? А очень легко, сначала берем сыворотку для волос, в которой содержится 6% комплекс из салициловой кислоты, гликолевой кислоты и, конечно же, гиалуроновой кислоты. Наносим ее на сухие волосы, на корни волос, на кожу головы. В течение 5 минут массируем и потом на 15 минут оставляем и после этого смываем. Сыворотка отлично очищает кожу головы от загрязнений, от мертвевших клеточек и также от излишков себума. Затем берем очищающий шампунь, который содержит гиалуроновую кислоту и также салициловую кислоту. Завершаем с помощью шампуня процесс очищения волос. Кстати говоря, после него волосы очень легкие, приятные, вообще не утяжеленные. При этом вы чувствуете, что корни чистые и свежие, а кончики не пересушенные, а наоборот увлажненные. И далее используем сбалансированный бальзам для волос, который обволакивает кутикулу волоса. Они становятся блестящие, легко расчесываются, но при этом абсолютно, абсолютно не приобретают жирности. И таким образом, благодаря гамме гиалурон баланс волосы сохраняются свежими, красивыми, легкими, приятными, ну и в общем в лучшем своем виде, даже спустя 72 часа после использования. Что еще есть в заказе из золотого яблока? Кстати говоря, в золотом яблоке сейчас появилось довольно много интересной литературы, на любой вкус на самом деле. Но прежде всего там много книг из серии «Помоги себе сам». Например, вот такая интересная книга, которая, я думаю, будет для многих полезна. И называется эта книга «Год заботы о себе». Здесь врач, а также научный журналист приводят 12 привычек для того, чтобы каждый месяц их внедрять и, соответственно, изменить свое самочувствие и свою жизнь к лучшему. Ну, в принципе, там достаточно такие привычки очевидные, скажем, больше спать, есть меньше сахара, но все это описано очень доходчиво и, знаете, так мотивирующе, чем обычно в этих книгах и вдохновляются люди, когда их читают. И также еще одна прелестная штучка – это украшение каф для уха. Это на самом деле сережка симпатичнейшего зеленого цвета, которая надевается на ухо и красиво носится. В общем, симпатичная такая небольшая безделушка. Ну, а мы с вами продолжаем дальше. И на очереди у нас дальнейшие находки из бьюти-бокса. Следующее, что мы достаем, это биби-крем от бренда Лимани, их улиточный биби-крем. Он хорошо маскирует недостатки на лице и при этом еще увлажняет кожу за счет муцина улитки в составе. Здесь, кстати, они пишут, что здесь 43% улиточного муцина содержится. SPF 27 у этого биби-крема и мы с вами его уже неоднократно пробовали. Кстати, интересно, что вот на сайте Золотого Яблока написано, что это полноразмерный продукт. Но здесь хочется немножко поспорить, потому что у Лимани вот этот биби-крем, но как и другие биби-кремы, они выпускаются вообще-то в двух форматах. Один формат полный, полноразмерный, а другой формат у них как тревел, 15 мл. Ну, в общем, это на самом деле тревел формат, но поскольку он действительно продается в таком формате, мы его все-таки положим в раздел полноразмеров, хотя, ну, опять же, здесь немножко так спорно. Ой, посмотрите, посмотрите, у нас макияж начинается. Надо же что-то тут такое макияжное, внезапное. И это тени в карандаше от бренда L'Arte de Bella. Мы с вами этот бренд тестировали в свое время, и я не могу сказать, что я от него в каком-то восторге осталась. Ну, так скажем, нормально. Просто, на мой взгляд, он слишком дорогой для такого качества. И тени просто в золотистом оттенке, тени в стике. И давайте проверим сейчас на сайте, сколько такие стоят. 817 рублей стоят такие тени, но, по крайней мере, уже что-то яркое макияжное нашли. И это, конечно, приятно, потому что уход это хорошо, но вот когда есть какой-то баланс между уходом и макияжем, это все-таки намного приятнее. Следующее, что мы находим, это гель для бровей от бренда Artvisage. Ну, это тоже такой постоялец вообще всех этих бьюти-боксов, постоянный, так скажем, житель. И мы его находили, но я даже не знаю, сколько вообще раз. Ну, наверное, уже раз 15, как минимум. Это причем вроде старый их вариант, потому что у них там есть разные варианты, есть какой-то более новенький вариант, а это именно старый. Ну, ладно, хорошо, он стоит, наверное, рублей 150, прям такой супер-бюджетный гель для бровей. Так, что же, что же здесь еще? Вот на этом я хочу посмотреть. Это гель для душа от бренда Felcia Azura. Я этот бренд обожаю, но я его использую, то есть я покупаю у них средства для стирки. Это концентрат для стирки вещей и также это кондиционер для белья. А еще, кстати, недавно я купила диффузор для дома. Это просто такая красотища. И мой любимый аромат это оригинал. Другие, на самом деле, я даже не покупаю, но я знаю, что у них, в принципе, все ароматы хорошие и приятные. Здесь у нас, что же это такое? Что это за аромат? Это миниатюр, во-первых, эссенция, соблазна, гибискус и розовый перец. Давайте понюхаем, чем пахнет. Что-то такое слегка перчоненькое. Ну, понятное дело, розовый перец. Ну, ладно, попробую. Хотя, ну, я бы сама себе такой аромат, честно говоря, не выбрала. Такой вот он слегка-слегка восточно-цветочный. Так, хорошо. Следующее, следующее, что мы находим. Что-то достаточно объемное. И в этот раз у нас бренд Миксит, ладда, полноразмерная версия, очищающая пенка. Для чего? Для сухой кожи гиалуроновая кислота и растительный сквалан. Тут много обещаний у нас. И как вот наши бренды почему-то очень любят до сих пор делать эту штуку. Как для бренда Оксаны Самойловой Миксит делал эту, не знаю, как ее назвать, щетку, вот для массажа лица. Так и для своих собственных выпусков, запусков тоже они ее оставляют. Ну, я не очень люблю вот эти вот все щетки, именно вот такого формата, которые на самой убывалке пристегнуты. Это просто не совсем удобно. Но, с другой стороны, я думаю, что, наверное, в этом есть смысл. То есть, наверное, многие все-таки пользуются. И это у нас полноразмерная версия. Вот, кстати, напишите в комментариях, есть ли у вас такая умывалка, именно когда щетка сверху надета. И пользуетесь ли вы ей в таком формате. Или, например, вы эту щеточку уже давным-давно сняли. Обычно это можно снять. И как-нибудь там вот так вот это все делаете. Следующий наш клиент, наша находка, это очищающий, какой очищающий, Оля? Это что, осветляющий гель для кожи под глазами. Китайский, кстати, производитель. Называется бренд 23,5N. И в составе здесь какие-то там красные, красные жемчужинки, наверное. Из овса, что ли, они сделаны. Ну, в общем, охлаждающий гель и осветляющий под глаза. И это вроде как даже полноразмерная. Полноразмерный продукт, потому что, ну, понятное дело, вот эти все под глаза средства, они обычно в маленьком формате. 15 мл в этом геле. И хорошо мы его ставим в полноразмерной версии. Так, следующее. Следующее это блеск для губ от бренда Estrade. Называется он Candy Crush. И, насколько я помню, у этих блесков для губ довольно сильные такие карамельные отдушки. Ой, не карамельные, не карамельные. В этот раз отдушка, знаете, какая прелестная. И это отдушка то ли дюшес, то ли что-то такое фруктовое. Фруктовая газировка, как сейчас очень многие выпускают белорусские бренды. И у Vivienne Sabo, по-моему, тоже такая отдушка в их новой серии лимон-цитрон. Ну что ж, хорошо, приятненько, когда с приятной отдушкой блеск для губ. Не для всех это важно, но мне всегда нравится, когда вот какая-то отдушечка, которую хочется чувствовать у себя под носом. Следующее, карандаш. Карандаш, судя по всему, для губ. Да, для губ от бренда Astra. Насколько я знаю, это турецкий вроде бренд. Сделан, кстати, он в Италии. Именно этот карандаш. И что же у нас за цвет? Цвет темно-коричневый. Да, ну конечно. Ну не знаю, по нынешней моде цвет хороший. По моим представлениям, немножко своеобразный. Все-таки для меня он темноват, но по крайней мере у нас вообще-то уже много полноразмерок. Мы, конечно, так достаем, что я первым делом достаю полноразмерки, а все вот эти вот пробнички остаются где-то там на дне. Так, это мы оставим, но потом я уже вижу, что внутри. И следующая находка это нюдовый лак от бренда Pastel. Pastel это тоже турецкий бренд, причем супер бюджетный. И несмотря на это, у них много на самом деле хорошей косметики. Прям такой совсем приятный по ценам. И здесь у нас лак. Мне кажется, они у них стоят рублей, наверное, по 200. Ну такой вот простенький, обыкновенный нюдовый лак. А с другой стороны, в принципе, это практически все, что вам нужно для домашнего ухода за ногтями из лаков. Хотя многие со мной не согласятся, те, кто любят делать самостоятельно всякие интересные дизайны ногтей. Итак, следующее, что мы с вами тут находим, это La Roche-Posay. Тоже постоянная находка в разных наших бьюти-боксах. И в этот раз у нас липидовосстанавливающий, очищающий крем-гель для лица и тела. И, кстати говоря, он даже для младенцев и детей подходит. Но это вроде не полноразмерка. Здесь 100 мл. Пошли мы по активной косметике. Это обычно так и называется. Вообще все вот это подразделение косметики. Такое, знаете, она как бы аптечная, как раньше считалось. Но сейчас она уже не считается аптечной. И продается во многих сетях, в том числе в Золотом Яблоке. Отвеши пробничек флюида. Это антиэйдж флюид плюс еще SPF. Флюид SPF 50. Самая максимальная защита. Но это, конечно, совсем пробник. Здесь 15 мл. Хотя удобно с собой взять, если вы, например, ну куда-то вот едете буквально на денек на природу, чтобы лицо намазать, там плечи, руки намазать. И вам вполне хватит такой маленькой баночки. Также у нас бренд Derkos. И в этот раз это стимулирующий шампунь. Вроде Derkos выпускает как раз косметику для волос. В этот раз шампунь против выпадения волос с тонизирующим эффектом. Ну что ж, хорошо, 50 мл тоже пробник. У нас здесь, кстати, целая куча пробников. Как раз от всех вот этих брендов. La Roche-Posay. Гиалуроновая сыворотка. B5 10 мл. Также, ну это, конечно, вообще уже древность просто какая-то. Отвеши их серия. Минерал 89 с пробиотиками. По-моему, раньше они были без пробиотиков. Теперь с пробиотиками. И это гипоаллергенный концентрат для лица. 5 мл. Конечно, грустно. Знаете, когда еще вот эти 5 мл малышки упаковывают дополнительно в какую-то коробочку. Мне кажется, ну это уж чересчур. Ну в коробочке-то. Ну еще столько картона потратили просто на такую крошечную фитюльку. Хотя, с другой стороны, в этом, конечно, есть смысл. Чтобы на них не падали солнечные лучи, пока они хранятся, допустим, где-то едут. И вот коробочка их дополнительно защищает. И также, так, а я-то думала. Я-то думала. Это пробник. А это, судя по всему, даже и полноразмерная версия. Бренд DER DALIA. Это корейский бренд. В Золотом Яблоке он уже пару лет, как представлено, достаточно активно. И написано на упаковке, что это блеск для губ с перламутровым эффектом. Он такой дорогой. Он стоит 2436 рублей. На сайте Золотого Яблока здесь 6,5 мл. И вообще, когда-то очень давно, прям очень давно у меня выходило видео с этим брендом. Посвященный вообще бренду DER DALIA. И тогда он даже еще не продавался в Золотом Яблоке. Мы с вами его заказывали с какого-то корейского сайта. Но, в общем, бренд сам по себе хороший. Хотя, ну, конечно, я считаю, чересчур дорогой. И здесь у нас блеск для губ с сиянием. У них еще все эти блески для губ, они с ароматом то ли мяты, то ли ментола. Ну, вот такие, слегка с этим эффектом ментолова на губах. Ну, и, конечно, цвет не могу сказать, что я в восторге. Оттенок называется Twilight. Такой ярко-ярко-розовый. Ну, ладно, хорошо. Что там дальше? Oh, top. I hate rose. I hate rose. Очевидно, что это, наверное, аромат. Раз он так называется. Но давайте тоже попробуем, что там. Наверное, ирония заключается в том, что он как раз пахнет розами. Да, он пахнет розами. Причем пахнет совершенно прелестно. Ну, что ж, в этом случае это действительно остроумное название. Так, пробник бренда Talgo. Что-то там. Спирулиновый бюст. Господи, спирулиновый бюст. Буст из спирулины. Вообще, знаете, словосочетание спирулиновый буст или бюст, я думаю, это то, что никогда не приходило вам в голову. По крайней мере, мне такое не приходило. В общем, это на основе водоросли спирулины, некий энергетический гель-крем для лица. Ну, что ж, ладно. Хорошо. И опять наш старый знакомец Филипп Кингсли и его эластайзер. Кондиционер для волос. 20 мл. Ну, совсем пробничек. Что-то раньше они в этом плане были более щедрые. Они давали более такие объемные средства. Бренд Урияш. Да что ж такое-то. Целый бокс вот этих. Ну, понятно, золотому яблоку бренды именно из активной косметики, из категории активной косметики. Они очень много, видимо, дали пробников для этого бьюти-бокса. И здесь у нас очищающий гель, который очищает кожу. Очищает и очищает. В разных значениях. 50 мл. Называется он Урияш Исяк. Для смешанной и жирной кожи. Следующее, следующее. Это, по-моему, это израильский бренд. Называется Минус 417. Тоже мы его много раз с вами находили в разных боксах. И в этот раз это пейчийся гель. А в составе он имеет микро-люфу. Хочется, конечно, спросить, что это такое. По сути, что это такое? Отшелушивающий гель пенка с волокном люфы. То есть это вещество, это, насколько я знаю, водоросль вроде, из которой делаются мочалки. И вот здесь как раз в составе эти волокна, чтобы дополнительно делать массаж лица. Так, хорошо, хорошо. Тут у нас, да что ж такое, пробников, честно говоря, просто целая куча. Ну, как-то даже чересчур. Следующий пробник это аромат Rose Sage от бренда Antinami. Пахнет, честно говоря, так себе. Прошлый аромат, я ненавижу розы, понравился мне намного больше. А этот какой-то, ну, такой немножко слишком, слишком интенсивный. И также у нас Bond Parfumer. Что тут? Кедр и почуля. Аромат номер 602. Вот эти тоже их пробнички мы стабильно находим во всех бьюти-боксах. Опять La Roche-Posay гиалуроновый аквагель для защиты от солнца. Ну, это, конечно, потрясающая защита здесь этого аквагеля. Сколько? 5 мл, наверное, или даже меньше. Ну, хватит на один раз намазать, наверное, нос. И, может быть, даже часть лба можно будет им намазать. Так, давайте посмотрим, что за маски внутри этого бьюти-бокса. Во-первых, маска от греческого бренда Apivita. В этот раз нам досталась экспресс-маска с морской лавандой. Интересно, морская лаванда это, наверное, лаванда, которая растет где-то на побережье? Как-то я не уверена. Так, а еще здесь в составе прополис. Это, кстати, полноразмерка. Они именно в таком формате и продаются, что меня немножко как-то удивляет. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Дальше пошли, как всегда, маски обычные листовые для лица. For the Skin от Farmstay маска. Также еще маска какая-то простенькая, совсем от бренда MedBee. Кстати, MedBee очень хороший бренд. У них много классных средств. И здесь 27 мл, но это количество эссенций, которое содержится в этой маске. А вот это, кстати, очень даже дорогая штучка. Такая маска стоит, знаете, сколько? Примерно рублей 600-700 от бренда Manjo. И, кстати, этот бренд, он представлен в золотом яблоке. И почему я очень рада, потому что бренд супер классный, супер популярный в Корее. Их гидрофильное масло для очищения лица просто годами там на первых местах во всех корейских топах. Но он у нас очень дорогой именно на золотом яблоке. Он есть официально на Азон. Там есть официальный дистрибьютор. И там намного-намного дешевле. Но, в общем, эта маска, маска, собственно, листовая, просто пропитанная вот этой их популярной сывороткой. И она вот такая дорогая. Удивительно просто. Так, и два последних средства. Так, значит, у нас опять какой-то израильский бренд под названием Alain Hadash. Кстати, полноразмерный продукт это несмываемая сыворотка для волос против пушистости. В общем, для того, чтобы легче было укладываться и чтобы волосы не пушились. И последняя. Ну, в общем, палетки всегда, вот знаете, они в адвент-календарях всегда в последнем отделении. Ну, как правило, лежат, потому что это что-то такое симпатичное, яркое. И поэтому я ее достала в последнюю очередь. Палетка у нас тут не сказать, что какая-то невероятно богатая. Это бренд Revolution. И давайте посмотрим, что там внутри. Кстати, очень симпатичная нюдовая палетка. Называется она всегда динамичная. Ну, и, в общем-то, да, здесь даже какие-то есть оттенки такие золотисто-лиловые. Вообще, выглядит очень даже хорошо. Я давно уже ничего не покупала от бренда Revolution. Как-то он в последнее время подзабылся мной. Как-то, знаете, ну, не особо я в их новинках заинтересована. Но, тем не менее, вот эта палеточка приятная. Хорошо она выглядит. Даже лучше она выглядит внутри, чем можно предсказать, что она выглядит, если смотреть только на ее упаковку. Ну, а теперь, наконец-то, займемся подсчетами. Ну, что ж, все очень прилично. Если считать только полноразмерные версии, то, что у нас получается, что наполнение вышло, представьте себе, на 10 345 рублей. При том, что цена этого бокса составляет 3690 рублей. И получается, что выгода наша составила 6 655 рублей. Но из полноразмерок у нас, в общем-то, вот такой набор, я бы не сказала, что богатый. На самом деле, у нас тут основное наполнение делает, например, блеск для губ от бренда DERDALIA. 1600 рублей, между прочим, стоит тонер от ШИК. Также маска стоит 720 рублей за одну листовую маску. Ну, в общем, честно говоря, наполнение неудачное, я считаю. Если бы это был обычный просто бьюти-бокс от Золотого Яблока, ну, такой, знаете, вот проходной, там, очередной из их многих боксов, наверное, это было бы симпатично. Но поскольку это бокс ко дню рождения бренда, точнее, ко дню рождения сети, казалось, что они должны были бы положить, ну, какие-то свои, может быть, самые продаваемые бренды, может быть, какие-то, по крайней мере, новые бренды, может быть, даже свои бренды собственные, потому что у них сейчас есть там несколько своих брендов. И это было бы более логично, но все-таки, как правило, у нас сети идут тем путем, как раньше тоже всякие сервисы бьюти-боксов шли, и до сих пор идут те, которые все еще существуют. Это когда вы просто собираете какие-то пробники, которые у вас там есть, которые вам бренды дали, и лишь бы что положить, лишь бы чем забить просто эти бьюти-боксы, ну, и поставить какую-то более-менее там нормальную цену, чтобы все-таки их раскупили. Но наполнение довольно, довольно уныло. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого наполнения. Ну, а гамму Гиалурон Баланс от Эльсеф вы можете найти также в Золотом Яблоке, и ссылки на все продукты из заказа из Золотого Яблока вы найдете в инфобоксе под этим видео, вот здесь вот внизу. Поэтому, если у вас волосы на корнях жирные, и вам как-то некомфортно, вам хочется их освежить и найти для себя хорошую уходовую гамму, а при этом еще и кончики обезвоженные, то гамма Гиалурон Баланс, она смотрит прямо на вас. Так что обратите внимание. Я вам желаю классного дня и отличного настроения, чтобы сегодня у вас все получалось, ну и вообще, чтобы у вас сегодняшний день проходил в самом-самом лучшем смысле, чтобы у вас и настроение было целый день хорошее, и чтобы оно было не просто так хорошее, а чем-то еще классным обусловлено. Спасибо вам большое, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!